МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В сложных ситуациях, когда люди потерялись. И, наверное, начнем немножко с итогов предыдущего года. Вообще, сколько человек за прошлый год у нас в Сарове потерялось? И каковы результаты их поиска? В Сарове, именно в Сарове за прошлый год потерялось, благо, не так много людей. Все люди были найдены. С ними все хорошо, в том числе и с ребенком, на которого заявка была в августе. То есть в августе месяце даже у нас ребенок ушел в неизвестном направлении. Но я так понимаю, поисково-спасательная группа работает не только в Сарове? Поисково-спасательная группа, наш филиал, работает не только в Сарове. У нас зона ответственности 100-150 километров вокруг города. То есть выезжаем вплоть до ВЫКСа, Арзанаса и так далее. Ну и тогда вопрос, если мы говорим не только про Саров, а вообще про такую достаточно обширную территорию, в скольких случаях участвовала поисково-спасательная группа в поисках людей? Тогда, может быть, в общем количестве? Не назову точное число заявок, которые нам пришло в прошлом году, но в самый сезон, это лето, особенно в сентябре, это 2-3 заявки в неделю нам приходило. И, соответственно, это все выезды. И не все выезды обходились одним днем. То есть где-то пришлось поработать несколько дней. Итоги у всех заявок хорошие. То есть даже спустя 6-7 дней людей находили, люди живы. То есть не найденных в нашей зоне ответственности в прошлом сезоне нет. Погибших, по-моему, тоже нет. Это замечательный итог, учитывая то, что второй год, получается, созданный, как в феврале, я так понимаю, да, 2 года будет? Нет, у нас 1 октября официальная дата открытия нашего филиала. 2 года мы отпраздновали в октябре. Соответственно, у нас официально пошел третий год. Сейчас идет уже третий год активной официальной работы поисково-спасательной группы. Вообще, вот насчет сезонности. Мне кажется, это такое, мы-то с вами разговариваем, да, зимой. И зима – это такой спокойный период для поисковых групп. Да, зима относительно спокойная. И хотя у нас декабрь был наполнен боевыми тревогами, скажем так, да, когда есть подозрение, что сейчас будет сбор, он является боевая готовность. Было частенько, но как бы реальных выездов не случилось. А так зима – да, это спокойное время. Люди в большинстве своем сидят по домам, никуда не лазят. У людей с, скажем так, отклонениями в здоровье, касаемо головы, памяти, все остальное, тоже этот период на биологическом уровне достаточно спокойный. Поэтому зимой мы условно отдыхаем. То есть у вас отпуск небольшой зимний, да? Да, но и получается, что самая жаркая пора начинается с конца лета, наверное, да, когда люди начинают активно выбираться в леса и в поля. Ну да, как погода решит, как природа решит, да, когда там грибы пойдут, то в июле, то в сентябре. Первый пик у нас может случиться по весне, март-апрель. Это вот когда, опять же, у людей с отклонениями начинаются вот эти вот пики активности, когда начинают уходить в неизвестных совершенно направлениях непредсказуемые люди. А по грибникам, ягодникам, да, это вот июль, август, сентябрь. В основном это же пожилые люди, да, получается, объявляются в розыск, правильно сказать слово «розыск» вообще? Наверное, розыск, да, правильно, потому что первое, что открывает полиция, это, да, это розыскное дело. Не обязательно пожилые люди, не всегда. То есть и люди среднего возраста, и совершенно здоровые тоже умудряются как бы заблудиться в лесу. Это не зависит, наверное, от возраста никак, от подготовки, да, от возраста меньше. Может быть, тогда разберем конкретный случай, если это возможно, вот самые такие, может быть, яркие поиски, да, запомнившиеся за прошлый год, то есть из личного опыта. Из личного самые яркие, самые активные. Два поиска было в прошлом сезоне. В июле шесть дней работали в поселке Свободный, Вознесенского района. Там женщина ушла за ягодами и не вернулась. Шесть дней работы, в итоге, ну, вытащили ее на шестые сутки живой из леса. И в Стеклянном тоже, по-моему, на один меньше, пять или шесть дней тоже искали женщину. Ушла с дачного участка прогуляться за грибами. Вроде как там и ноги не очень ходят, но, тем не менее, ушла она далеко, и пять или шесть дней она провела в лесу. Ну, вот сколько можно за пять дней там прошагать? И вообще, сейчас мы перейдем уже к обсуждению, как себя вести в подобной ситуации. Но вообще, как далеко уходят люди, заблудившись? То есть какой радиус тут поиска может быть от последнего места, где человека видели? Радиус поиска может быть очень разный, потому что, чтобы заблудиться, по сути, далеко уходить совершенно не обязательно. То есть не узнать местность можно и в 500 метрах от дома. Женщина, которую искали в свободном, нашлась километра полтора от дома, на самом деле. Ну, что ж, в принципе-то это полчаса ходьбы? Это всего ничего, да, учитывая, что радиус работы там был намного-намного больше. Но, видимо, из-за того, что женщина перемещалась все эти дни выловить, нам ее своевременно, вовремя, в первую ночь почему-то не удалось. То есть она продолжала перемещаться по лесу, да, и менять свое место? Это, наверное, самая основная ошибка и самая распространенная потеряшек людей, которые заблудились, они продолжают перемещаться, создавая проблемы и себе, и, соответственно, людям, которые будут их искать. Также и женщина в стеклянном тоже все эти дни, она путешествовала по лесу. И, видимо, когда все-таки нащупала дорогу в сторону дома, опять же, ее там и поймали. Главный фактор в этой работе, да, это время. Ведь вот мы говорим, первая ночь, да, самое, наверное, важное, да, событие, то, что человек ночью остается в лесу, то есть там где-то, может быть, даже без еды, без воды, без крова, да, еще вопрос, какая погода, там, идет ли дождь, как, насколько холодно ночью. Насколько время здесь работает против поисковиков, против тех, кто ищет и против того, кого ищут? Ну, в первую очередь, да, против того, кого ищут. Время работает в любом случае, работает очень активно, против. Потому что, особенно если человек с заболеваниями, соответственно, там время прям на... может идти и на секунды, и на минуты. Люди, как правило, уходят в лес, не подготовившись к этому. То есть, я здесь краешку, за грибами, немножко посмотрю, каждый день туда хожу, ничего со мной не случится. И вот так вот на шесть дней нет. Вот, соответственно, чем быстрее заявка поступит, в первую очередь, в полицию, сколько добровольцы работают только после заявления в полицию, любой отряд работает только после заявления в полицию, дабы исключить участие в криминале. Чем быстрее поступит заявка, тем быстрее она дойдет до поисковиков, и тем быстрее люди, подготовленные в большом количестве, будут на месте и будут пытаться помочь человеку в лесу. Кто сообщает первым в полицию, если мы правильно говорим, да? Может ли сам человек, который заблудился, позвонить в полицию и сказать, что я потерялся? Ну, потому что сотовая связь еще, может быть, работает, да, там, в том месте, где... Ну, по крайней мере, в нашей округе, да, может она работать. Второе, могут ли родственники уже забить тревогу? И как часто вообще родственники начинают бить тревогу, и как часто они тянут время обращения? Опять же, пренебрегают мобильными телефонами в лесу, то есть там связи нет, зачем мне его брать? Даже так? То есть просто даже не берутся с собой? Да. Поиск Чарляй, это Мордовия. Дедушка с заболеваниями сердечными ушел за грибами, там, с знакомыми погулять по лесу за грибами. Зачем мне брать телефон, там связи нет. Со связи там действительно плохо, но номер экстренных служб 112, он работает без связи, без баланса, только включенный телефон. С любым покрытием, с любого оператора. Это, кстати, очень важно. 112 работает при любых обстоятельствах, он звонит в любую доступную сеть, которую может поймать. Да, все верно. С любым оператором, то есть неважно от того, там, какой у вас оператор связи, сколько у вас денег на телефоне, 112 работает всегда. Вот, об этом тоже не знают, бегают ищут связь, то позвоните 112. Это еще один поиск в стеклянном, но он там закончился за несколько часов. Итак, человек, который идет в лес, может набрать 112, сообщить о том, что он потерялся, сообщить, соответственно, откуда вышел, что прошел, ну, какие ориентиры видел в лесу. Вот это все передается. Передается в полицию из 112 с большинством районов нашей области, с ЕДДС. Есть договоренность о том, что такие заявки с людьми на связи передаются, опять же, поисковым отрядам, и там специально обученные добровольцы, отдельное направление, прозвонщики, они таких потеряшек сами прозванивают, по определенным алгоритмам опрашивают, то есть задают определенные вопросы и стараются максимально локализовать, то есть судить зону поиска до того, чтобы не собирать туда всех, кто может, а отправить пару-тройку экипажей, просто чтобы достать человека там из определенного, более-менее маленького района. Ну, то есть, условно говоря, попытаться определить сектор направления, куда идти, а не по кругу работать, да? Да, но там зависит все от телефона и от уровня умения обращения с телефоном. То есть можно прям вытащить точку из телефона, прям координаты достать, и можно обойтись даже без добровольцев, съездит полиция, сами заберут его оттуда. Либо, если телефон кнопочный, там такого не получится, соответственно, ну, зона 500 метров, километр, ну, это уже намного лучше, чем работать на все 360 градусов в радиусе 10 километров. Согласен, согласен. Давай, может быть, немножко про науку собирания себя в лес, да, сборов в поход, по большому счету, да, ведь даже банально с лукошком выйти за забор, это уже нужно иметь с собой некий минимальный набор того, что, по сути, ну, в каком-то смысле даже спасет тебе жизнь, да, в случае с чего. Ну, да, все верно. Даже вот на 15 минут по краешку леса походить, это уже действительно прогулка в лес. Лес – это, ну, место все-таки относительно опасное для человека, да, особенно если он не подготовлен. Что в первую очередь с собой нужно взять, это непренебрегаемый заряженным мобильным телефоном. Заряженным мобильным телефоном. Заряженным мобильным телефоном, да. Вода, в первую очередь вода, обезвоживание – это тоже один из таких мощнейших факторов, которые влияют на дальнейшее состояние человека. Если у человека есть какие-то хронические заболевания, необходимо взять с собой запас лекарств, причем не на один прием, не до вечера, а как минимум до следующего вечера. То есть на 2-3 приема лекарства с собой должны быть. То есть суточный набор тех препаратов, которые вы употребляете каждый день, если у вас есть какое-то хроническое заболевание. Да, все верно. Это тоже нужно с собой иметь на сутки вместе с водой, соответственно. Вместе с водой. Небольшой перекус желательно, да, то есть не обязательно тащить с собой палку колбасы и батон хлеба. Можно взять какую-то простецкую шоколадку, конфетки, что-то, что содержит углеводы быстро, ну, то есть чтобы энергия была и поступала в организм быстро. Что-то из теплых вещей желательно бы с собой взять, хотя бы одну кофту на случай, да, ночью по-любому холоднее, чем днем, даже летом, соответственно, теплые вещи. Спички, зажигалка, даже если человек не курит, это вот прям крайне желательно. Развести костер можно суметь тоже. Если нет ничего, разводить костер не из чего. Но это вот прям минимум-минимум, который хотелось бы взять. И очень хочется попросить людей, которые идут в лес, даваться ярко. То есть у нас, я понимаю, что самая удобная, приспособная для леса одежда, она у нас делается в цвете камуфляж. Соответственно, все грибники и охотники у нас входят в камуфляж в лес. Его не видно. Ну, его не видно и совсем. Камуфляж работает в общем. Камуфляж работает, да. Он действительно работает. Особенно, если там с человеком, не дай бог, что-то происходит, и он без сознания уже просто лежит, пройти мимо него в 3-5 метрах и не заметить, потому что он слился с окружающей средой, тем более ночью. Очень просто. Очень просто. Поэтому, если даже не хочется, там, или жалко какие-то яркие вещи, хорошие, обычный автомобильный жилет со светоотражающими, тем более элементами. Ну, в принципе, он легкий и не занимает много места. Действительно. То есть, в случае чего, просто надеваешь этот жилет, то есть, ты можешь ходить в камуфляже, но если потерялся, надел жилет, все, ты уже более заметен, чем... И сейчас он светоотражающий. Ночью это очень полезно. Ночью, да, будет проще. Значит, повторим минимальный перечень. Вода, лекарства, которые вы принимаете на постоянной основе на сутки. Заряженный мобильный телефон. Спички, зажигалка. Я бы сюда добавил сухое горючее обязательно. Тоже немного места занимает. И яркую одежду на крае, если вы идете в камуфляже, возьмите с собой автомобильный жилет со светоотражающими полосками. Да, чаем. То есть, это такой прям базовый минимальный перечень и немного места занимает. То есть, даже вот просто сходить в лес... Прямо вот по краешку здесь вот прогуляться. По краешку здесь вот прогуляться. Это все на самом деле не такое тяжелое. Маленький рюкзачок на спину, он не помешает. И не будет сильно тяжелым большой нагрузкой. А вообще, вот этот вопрос насчет разведения костра. То есть, первое правило, это надо остановиться. И не идти дальше, если ты уже не понял, где ты находишься. Надо ли разводить костер сразу или вообще поддерживать костер в состоянии... Потому что по костру можно вообще найти человека по огню? Ну, днем только за счет дыма, если есть, что поднять на воздух. То есть, если есть квадрокоптеры, либо, может быть, какая-то малая авиация, если есть, что поднять в воздух, то по дыму. Но костер должен быть дымным. Чтобы костер был дымным, мы жгем сырую листву и хвою. Дымить будет у кого-то. Ночью, да, ночью, и, во-первых, для согрева он нужен. И, во-вторых, тоже по пламени, по запаху более вероятно. Уловить дальше, чем услышать, например. Запах костра, дыма, который распространяется по лесу. То есть, можно почувствовать... Поисковики его учуют, условно говоря, у вас. Да. Понятно. А вот вообще строится работа каким образом? Понятно, что не случайным образом группы уходят в лес, да, на экипажи. То есть, они как-то делят секторы. То есть, берется картография какая-то. То есть, распределяют, что вот здесь уже прошли, здесь теперь надо идти в другую сторону. То есть, вообще, как эта работа построена? Ну, приходит заявка от полиции, ЛИПС-112, попадает к нам в группу, попадает она к инфоргу. Человек, который собирает первичную информацию про потерявшегося человека, опрашивает родственников, составляет ориентировку и размещает ее, соответственно, согласие родственников в сети и СМИ. Это вот те самые объявления, которые мы видим в социальных сетях и средствах массовой информации. Да, то есть фотографии, описания и просьба о помощи. Соответственно, если условия такие, что нужен прям сбор людей, людей нужно поднимать, объявляется сбор на поиск. Соответственно, люди собираются, формируются в экипаже, выезжают, приезжают на место. Пока это все происходит, назначается координатор поиска. То есть, это человек из добровольцев, который будет отвечать за этот поиск, который будет решать, кто куда пойдет и что будет делать. Самый главный человек на этом поиске, отвечающий за его исход. Также задается задача картографам. То есть, нарезается карта местности, где будет искаться человек, чтобы люди, уходя в лес, имели хоть какое-то представление о том, куда они идут. Куда идут, да. Да. Карта делается в специальных программах, для специальных программ на телефонах, то есть, с которыми мы ходим по лесу, которые пишут треки, чтобы как бы не на словах было известно, что мы здесь прошли, а за нами записан трек. То есть, было четко видно, что вот эта зона закрыта, здесь зона не закрыта, например. То есть, приезжая на место, вот самый первый выезд, приезжая на место, координатор также, если есть возможность, еще раз опрашивает заявителя, будь это родственники, либо знакомые, не важно, тот, кто подал заявку. Еще раз уточняет все детали, то есть, где человека видели в последний раз, куда они ходили, как состояние здоровья человека, особенности его поведения в лесу, его способность обеспечить себе, ну, какое-то выживание элементарное. Соответственно, получив всю эту информацию, обдумав ее, даются задачи первые. То есть, естественно, основные силы будут направлены в зону наиболее вероятного нахождения человека, да, но никогда не исключаются все остальные направления, потому что, ну, человек могло поменяться настроение, всегда он ходил на эту полянку, а сегодня он сходил туда, там ничего не нашел, пошел на другую. Ну, на другую. Поменял направление. Да, поменял направление. Соответственно, все это прорабатывается. В первое время прорабатываются все дороги в лесу, тропинки и квартальные просеки, то есть, так называемые линейные ориентиры. Все это проходится, либо проезжается на машинах, человека обязательно зовут, то есть регулярно, в зависимости от того, какой лес, постоянно группа останавливается, ведет работа на отклик, так называемый, то есть, человека зовут, и, соответственно, по ее результатам, либо отклик есть, либо отклика нет. А вот это, кстати, очень важный момент, это вот те самые линейные ориентиры. Я думаю, вам тоже, мы, уважаемые телезрители, надо понимать, что лес поделен на просеки квадратами. То есть, если вы вышли на просеку, и понимаете, что потерялись и вышли на какую-то просеку, наверное, лучше на ней остаться. То есть, не ходить обратно вглубь леса, а вот, по сути, разбить лагерь на просеке. И мимо вас, вполне вероятно, проедет либо машина, либо пройдет группа. Да, потому что вглубь леса, именно вот в сам лес, заходим уже, ну, далеко не на первый день. То есть, первые несколько дней работы, они идут все равно по линейным ориентирам. Перепроверка, то есть, неоднократно можно пройти по одной и той же дороге из соображения, что человек перемещается, сможет перемещаться. То есть, первую ночь, когда вот только-только вот свежие вот эти все события, группы уходят, смотрят следы, смотрят артефакты, это те вещи, которые человек мог потерять. То есть, взял он с собой зажигалку, он мог ее потерять, выронить, да, из кармана и так далее. Фантики, конфеты, если кто-то с собой берет, окурки, если кто-то курит, вот это все смотрится в первое время. Естественно, если прошло несколько дней, на следы смотреть, как бы, там уже поздно, группы натоптали, люди находили. Вот, поэтому идет все еще работа на отклик, в надежде на то, что человек все-таки отзовется. Если он ходил, то он куда-то выйдет, опять же, поближе к тому месту, где сейчас работают. И, да, линейные ориентиры – это та вещь, с которой уходить не нужно. То есть, если даже человек сбудился в дорогах, да, бывает такое, что лесных дорог, там, ну, мало ли, к делянкам, к вывозу леса, не обязательно это будут просеки. Много лесных дорог, много развилок, человек просто вот в этих развилках запутался. Не надо дальше никуда. То есть, если видите, вот, накатанные грузовиками две колеи, явно здесь может проехать машина, да, или ездили машины, и это линейный объект, да, вот, с точки зрения картографии, да, его, может быть, даже лесники или еще кто-то знают и могут указать на него. Он может даже на карте быть. Да, он может быть даже на карте. Вот, или просека в лесу, вот, ну, как выглядит просека, то есть лес и широкая между ними полоса. Ну, широкая, метр четыре, семь, да, вырубленная, прямая. Полоса прямая, причем просматриваемая достаточно далеко в обе стороны. Поэтому оставайтесь на этой просеке и звоните в 112, да, то есть это первое и главное, как только, причем как только потерялись. Да. Первая же мысль, что я потерялся, и надо художенно искать дорогу назад, надо найти линейный объект, остаться на нем и попытаться связаться с службой спасения, да, а дальше уже за вами, возможно, приедут. Ну, да. С большой долей вероятности. Опять же, возвращаясь к тому, что не пытаться выйти самостоятельно, и вот это вот время, опять же, да, которое играет против потеряшки. И сами люди, которые теряются, и их родственники действительно тянут время, тянут чаще всего до вечера, когда уже начинает смеркаться, когда становится темно, пока заявка пройдет, пока она дойдет, пока люди соберутся, доедут, чаще первое время работы – это ночь. Боятся люди заявлять в полицию, боятся, что им что-то за это будет. Некоторые думают до сих пор, что есть правило трех дней, то есть их… А, даже так? Да, и что им в полицию откажут, так как ждите три дня, а потом приходите. Это правило давно отменено. Это очень важное, кстати, дополнение, я тут не знал об этом. Это правило давно отменено, поэтому вне зависимости от того, кто и при каких условиях пропал, будь то ребенок, пожилой человек, с потерей памяти в городе, в лесу, неважно, как только вы понимаете, что вашего родственника нет, в назначенное время, в назначенном месте, не вернулся с прогулки, как только есть подозрение, что что-то пошло не так, идет обращение в полицию. Либо также звонок прямо из дома на 112, он эквивалентен заявке в полицию. То есть время тянуть и ждать не нужно. Соответственно, по поводу наказаний, каких-то потом санкций, если вдруг заявка кажется ложной. Допустим, с детьми так часто бывают, они просто загулялись, ушли к друзьям, не предупредили, телефонов не у всех есть. Родители боятся, что им что-то будет, что у ребенка это как-то на биографии отразится, никак не отразится. Даже будь то случай с ребенком, либо со взрослым, заявитель просто берется объяснение, объяснительное письмо. Если это человек взрослый потерялся, с него также возьмется объяснительное, при каких обстоятельствах он потерялся, и все. Друзья, если вы собираетесь в лес, обязательно возьмите с собой мобильный телефон, воду, лекарства, которые вы принимаете, яркую одежду, теплую одежду, что еще я забыл, спички, зажигалка. Ну вот я говорю, по желанию, конечно, сухое горючее, чтобы развести костер, это было намного проще. И обязательно изучите ту местность, куда вы идете. Если вы потерялись, найдите линейный объект, просеку, дорогу лесную, или еще что-то, и оставайтесь на ней. И обязательно, как только потерялись, сразу сообщите о том, что вы потерялись по номеру 112. Наш поисково-спасательный отряд, я думаю, за вами очень быстро приедет в таких случаях, и вас будет многораздо проще найти. Ирина, большое спасибо, что рассказала столь важные проблемы. Я хочу пожелать вашему отряду успехов, и чтобы все ваши поиски заканчивались только удачами, и не затягивались надолго. Я надеюсь, наши телезрители воспользуются нашими советами. Друзья, на этом у нас все. Спасибо, что были с нами. Не пренебрайте своей безопасностью. Ну и мы увидимся с вами через неделю. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова